Всем привет, ребята! Меня зовут Полина Егорова, и я очень рада вновь приветствовать вас на своём канале. И сегодня я снимаю разговорное видео о том, как я закончила четверть, а вообще в целом о школе. Потому что сейчас закончилась третья четверть, наконец-таки. Как мы все этого долго ждали, целых два с половиной месяца. А перед началом этого видео не забывай ставить большие пальчики вверх и подписывайся на мой канал. А мы поехали! И начнём, наверное, с того, что я закончила эту четверть без троек. И в том году я год закончила всего лишь с одной тройкой по физике. Но в этой четверти случилось просто что-то нереальное, случилось что-то невероятное. И я закончила четверть с пятёркой по физике. То есть у меня получилось суммально 10 пятёрок и 9 четвёрок. Это для меня просто капец вынос мозга какой-то. Потому что я никогда так хорошо не заканчивала, блин, четверть. Это офигенно, такое чувство. На самом деле за этот год вообще в целом обучение произошло столько массу всего, о чём я не рассказывала. За этот год мне реально стало как-то интересно, что ли, учиться. Я не знаю. Я стала как-то пытаться учиться, что ли, как это сказать. Знаете, типа раньше вот физику я как бы делала, ну знаете, типа вот... Ну, задали там прочитать параграф. Ну, я прочитала там, и всё. Ну, больше я ничего не делала, мне было как бы неинтересно. Сейчас мне реально стало интересно учить физику. Потому что, знаете, когда понимаешь её, тебе становится реально интересно это делать. Конечно, я не говорю про те предметы, о которых я вообще не шарю, и молю, чтобы они мне в жизни не пригодились. Это такие, как химия там, допустим, биология. Ну, в общем, не суть. Просто я хочу, чтобы у меня по этим предметам были относительно хорошие оценки. Я даже сейчас реально учу биологию. Но связывать жизнь с ней я как бы не хочу. Мне кажется, моя учительница тоже это прекрасно понимает. то, что с биологией, как бы, у меня такие проблемы есть. И, значит, что ещё произошло? Происло то, что вообще не должно... Почему не должно было происходить? Учителя узнали о моём канале. Всем здравствуйте, мои дорогие учителя. Но я не могла просто об этом не рассказать. И, да, кстати, я очень благодарна своим учителям, потому что они реально пытаются сделать из-за людей, потому что они, правда, учат чему-то. То есть некоторые, знаете, типа... Ну, окей, я тебе поставлю там какую-то оценку, четвёрку, пятёрку, неважно. У нас учителя такие, что они просто так вообще оценки не ставят. Допустим, если тебе надо исправить на пятёрку или четвёрку уже оценку за четверть, тогда ты должен сказать, блин, половину материала за полгода, и ты должен реально это выучить. Учителя стараются сделать так, чтобы мы знали. То есть они могут... То есть тебя вызывают, спрашивают, ставят тебе два, ещё два, ещё два, потом снова тебя спрашивают, дают тебе шанс исправить эти оценки. Я очень благодарна за это. Но когда учителя узнали о моём канале, просто случилось что-то немыслимое. Кстати, узнали они по моей вине. Учительница одна зашла, то есть к нам в класс, ничего не предвещало беды, и такая, типа, говорит, почему ты там на своём канале унижаешь, типа, учителей и так далее. Мы все знаем о твоём канале. И это сказали прямо при всём классе. Конечно, я понимала то, что унижать меня за это никто не будет, никто не собирается. Они даже не попробовали это сделать. Я не знаю почему, но мне почему-то стало стыдно. Потом, когда на следующий день я пришла в школу, все учителя опять пытались напомнить мне о том, что я боя. Ну и что, блин, как будто бы я об этом ничего не знаю. Капец, начался ещё с самого первого урока, то есть учительница, она начала говорить такие, типа, ну, типа, там, ты блогерша, там, на, типа, листочек. Ну, конечно же, они подшучивали, и не хотели мне сделать что-то либо обидное, просто. Потом, на втором уроке мы сидим, и нам сказали, типа, сдавайте телефоны и так далее, и, типа, говорят, такие, так, а то некоторые у вас, типа, снимают, и на меня такие смотрят, и я такая, да, вот, вот так и получилось, бывает. Потом оказалось то, что я в своём влоге, который я уже удалила с этого канала, случайно тут засняла, как-то, видимо, учительницу свою. Я перед ней, конечно же, извинилась, я всё прекрасно понимаю, потому что это там авторские права, бла-бла-бла. Но, правда, я не знаю, почему, но я чувствую в этом свою вину, я понимаю то, что она правильно их сделала, и то, что она ко мне подошла, сказала, просила меня удалить это видео. По сути-то я закон нарушила. Ещё использовала такая инфекция, как коронавирус, и я не знаю, почему это так массово, все стали паниковать и так далее, школы стали закрывать на карантин. Самое главное, что первую всю закрыли Москву, и нам сказали то, что вы не дождётесь, вас всё равно не закроют, и мы, конечно, супер расстроились. Некоторые вообще, типа, колледжи в школах начали, вообще не хотели, чтобы вы закрывали на карантин. Для меня это просто шок, потому что я всегда мечтаю, чтобы нас закрыли, чтобы сидеть дома, нифига не выходить, то это за лишняя неделя-две каникул. И нас, вообще, по-моему, всю страну, наверное, закрыли на карантин до 12 апреля, то есть у нас будет дистанционное обучение с 1 по 12 апреля, нам будут присылать на электронную почту на электронные их задания, мы будем их выполнять, отсылать учителям. Я представляю, какая у учителей будет масса работы, потому что вы представляете, сколько со всей школы будет у них сообщений, и это прям, ну, бипец. Ну, а, наверное, это видео подходит к концу, и вот такие новости были, но я безумно люблю свою школу, безумно люблю своих учителей, и спасибо вам большое за все эти знания, которые вы нам даёте, и всем пока!